Раньше я думал, что мой ноутбук большой, но вот это, вот это просто король ноутбуков. Это, наверное, самый мощный ноутбук, который сейчас есть на рынке, и ваши тяжелые игры для него фигня, он ваши баттлфилды и ваших ведьмаков на завтрак хавает. Таких ноутов сейчас уже почти не делают, потому что весит он где-то 5 килограмм, толщина у него около 5 сантиметров, а рамки, рамки из эпохи Рива ТНТ второе, походу, потому что моему G750 4 года, и у него рамки и то меньше, чем здесь. Почему мы в 2019 году до сих пор об этом говорим, я не понимаю. Илон Маск запускает машины в космос, бурит гиперлупы в степях, херсонщины, а Asus до сих пор не научились тонкие рамки делать. И ведь это не какая-то проходная модель, это венец творения линейки, самый мощный ноутбук с ценником в 120 тысяч гривен, вдумайтесь, 4 с половиной тысячи долларов. Это гонорар за один рекламный ролик Сидельникова, нам таких денег никогда не заработать, сколько Razer не хвали. Звучит мощно. На самом деле, если забить на рамки, то ноут красивый. Одна только металлическая крышка и оранжевые вставки смотрятся так, что ты хочешь себе этот ноут. Это пример агрессивного геймерского дизайна, который не кажется пресным и лично мне очень нравится. Экран с диагональю 17 дюймов, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. В описании написано, что матрица здесь IPS-левел, а когда такое пишут, то вам завуалированно хотят сказать, что в ноутбуке стоит очень хорошая ТН-ка. Поэтому и время отклика написали такое маленькое, потому что для ТН-ки это нормально. Но на самом деле мы измерить это не можем, поэтому доверимся тому, что пишут. По сравнению с обычной ТН-матрицей разница, конечно, есть. И экран ноута реально лучше. Посмотрите хотя бы на белый цвет, здесь он намного более белый. Если смотреть на тесты, то на градиенте есть небольшая лесенка, но еле заметная. Углы лучше, чем у простой ТН-ки, но не идеальные. Яркость падает, если смотреть сбоку. Разрешение здесь Full HD, и это правильно. Я считаю, что, во-первых, на 17-шке больше и не надо, а во-вторых, здесь стоит RTX-видеокарта. Если вы захотите врубить лучи на полную, то ноут не обделается. Но это я вам еще покажу, как тут все дело обстоит. Да, дисплей еще есть G-Sync, так что вообще запакован по полной. Рабочая поверхность из приятного soft-touch пластика, но на нем моментально остаются отпечатки, и со временем она затрется, и здесь будет большое темное пятно. Клавиатура вполне удобная, с хорошей раскладкой, и даже F-ки юзабельные. Хоть они и меньше, чем остальные клавиши, но все равно я по ним не промахивался. RGB-подсветка тоже есть, это приятно. И здесь есть несколько эффектов, которые вы можете активировать. Ну или можете выбрать один цвет, а можно сделать так, чтобы светилось в зависимости от температуры или загрузки процессора. Но это не самое главное. Главное то, что клавиатура сделана по технологии Overstroke. Это специальная технология, которая позволяет кнопкам срабатывать на середине нажатия, тогда как другие кнопки в ноутбуках срабатывают после того, как пройдут три четверти нажатия. И получается, что клавиатура работает быстрее. И выдерживает она 20 миллионов нажатий, тогда как обычной мембранки около пяти. Сверху есть специальные клавиши, которые отвечают за регулировку звука, микрофона, вызов Xbox Game Bar. Это интерфейс записи геймплея и стриминга игр, мониторинга системы и настройки звука прямо во время игры. Также есть кнопка вызова XSplit Gamecaster. С покупкой ноута идет бесплатный XSplit, и вы можете начинать стримить в пару кликов. Ну а последняя кнопка вызывает Armory Crate. Софт, который настраивает буквально все. На первой вкладке вся инфа по системе. Можно мониторить, как работает ноут и делать свои сценарии производительности. Например, на стрим выбирайте максимальную, и с запуском XSplit будет включаться именно этот режим. Вторая вкладка позволяет вам освободить память перед началом игр. Закрываются все ненужные приложения, фоновые процессы и все такое. Следующая вкладка как раз управляет профилями производительности и охлаждения. Четвертая управляет подсветкой. Дальше свой магазин приложений. Они бесплатные. Некоторые уже установлены, некоторые нет. Есть даже игры. Все это можно и со смартфона делать. Надо просто установить приложение. Внутри моего ноута Intel Core i9-9980HQ, 64 гига оперативы, 3 NVMe SSD-шника по 512 гигабайт, которые объединили в RAID 0, ну и еще винт на терабайт для хранения всякой всячины. Короче, ноут просто монстр, и игры он вообще не чувствует. Метро на ультрах с включенным рейтрейсингом, максимальным сглаживанием выдает под 90 кадров в секунду. Минимальное, что я видел, где-то 75 фпс. Все плавно, без лагов, и я даже не стал включать этот унылый DLSS, чтобы не было мутной картинки. Для интереса я вырубил рейтрейсинг, и фпс взлетел до 140. В метро на ультрах под 140 фпс это не то что играбельно, это летает. Смотрим на Ведьмака. Настройки запредельные. Пост-обработка тоже. За пределами города больше 100 фпс. Если переместиться в новиград на рынок, то то же самое. В некоторых случаях даже больше кадров в секунду. Смысла понижать настройки просто не вижу. Дальше я зашел в Battlefield V. Мультиплеер 32х32. Огромная карта с дождем и куча экшена. Настройки ультра с включенным рейтрейсингом. Игра выдает 60-70 фпс, и играть лично мне очень просто. Понизил настройки до высоких 70-80 кадров. Для такого экшена отличный фпс. Вырубаем лучи и получаем 125-130 кадров в секунду. Если это не офигенный фпс, то я даже не знаю, как это уже назвать. Температуры проца и видяхи вы видели сами. Видяха где-то 80 градусов. Проц под 90. Для ноутов это, конечно, нормально. Но он так шумит в играх. Он так выдувает воздух, что я, честно говоря, ожидал каких-то меньших температур. Если поставить режим турбо, то ноут шумит так, как будто вокруг начинается шторм. Выдувает воздух изо всех щелей. Отсюда, отсюда, еще вот отсюда. А если мы запускаем игру и включаем режим тихо, то ноут успокаивается. И что самое интересное, температура процессора сейчас, смотрите, не 90. И шумит он намного тише. Вот смотрите, сейчас он вообще прекратит шуметь. Будет реально тихо. Не будет вот этого вот супер ветра. И температура останется на том же самом уровне. Я, конечно, понимаю, что когда я тестировал игры и записывал видео, то я гонял ноут целый день. И даже когда уходил куда-то, например, на обед, то оставлял ноутбук, и он работал. Там из игры я не выходил. А сейчас он работает из простоя. Возможно, компоненты не прогрелись так сильно. Но, тем не менее, вот вам тихий режим. Сейчас будет еще тише. И вот вам температура. Разъемы такие. LAN-порт, USB-C с поддержкой Thunderbolt, USB 3.1 с поддержкой технологии Asus USB Charger Plus, которая заряжает быстрее ваши девайсы. Дальше идут разъемы для микрофона и наушников, кардридер и еще два USB 3.1. Сзади мини-дисплейпорт, HDMI 2.0 и два порта для блоков питания. Да, у ноута два блока питания, чтобы все это дело работало на всю катушку. Можно пользоваться и одним, но ноут будет шуметь, пытаясь охладить тот пожар, который начинается внутри. Вывод очень простой. Это мощнейший ноутбук, который не стыдно попросить у мамы на 1 сентября для учебы.